истерика это разбалованность чувств если человек истерит то рано или поздно у него появятся трудности или проблемы с финансами мужем и так далее я хочу напомнить слова которые свое время говорил о которых свое время говорил цой у него была песня он там пел будь осторожен следи за собой вот я хочу вам сказать что очень часто любые формы истерики это сильнейшие энергетические удары ненависти которые невероятным образом ломают судьбу человеку хотите чтобы у вас был болезнь ребенка болезнь животного болезнь мужа видите мужа на третье место поставил болезнь родных или там неприятности но обычно болезненные неприятности то обязательно начните истерить не сдерживая свои эмоции истеря при этом вы можете очень существенно разрушить судьбу здесь нужно сказать несколько слов правильные истерики неправильные истерики это все равно это энергетический взрыв души в этот момент происходят сумасшедшие просто завихрение в пространстве и всегда наказывают человека его всегда наказывают теми людьми которые рядом с ним находятся то есть если человек истерит даже там по поводу того что там неправильно забор там между там дочка и мамой там кто угодно начинает истерить это всегда сказывается на всех кто живет под одной крышей в одной семье это неминуемо именно поэтому я истерику поставил на первое место уважаемые господа сдерживайте свои эмоции не допускайте себя к любым истериям истерии это всегда разрушение судьбы тем чаще чем больше истерии человек тем хуже он будет жить следующий я ложь я об этом всегда говорю на своей первой ступени говорю о том что ложь приводит тому что появляются тупиковые ситуации которые нельзя решить никаким образом если ложь безобидная душевная то она приводит к физиологической депрессии ложь это очень часто даже навязано в эзотерике очень часто в эзотерике появляются люди которые говорят такие слова знаете а несколько слов об этом допустим аффирмации луизы хэй они утверждают что в случае если человек начинает себе произносить как бы в настоящем моменте слова я здорово у меня полностью вылечились ножки и так далее то фактически это является ложью то есть если есть в человеке заболевания то его и сознание подсознание понимает что она больно и когда этому человеку начинать говорить ты здоров или там тех говорит себе я абсолютно здоров я абсолютно здоров то это самообман это душевно обман обман души в эзотерике мои esoterica я обычно говорю что любой обман даже безобидной даже трансерфинг реальностный когда человек говорит там все я выздоровел все я здоров все этом богат но и та же ложь и вот такая ложь произнесенная вслух или даже подуманная ложь она рано или поздно приводит к тому что у человека появляется депрессии самые настоящие панические атаки депрессивные эпизоды тупики жизненные ни в коем случае этого не нужно делать ложь это может быть от аффирмации когда большой человек говорит я здоровья умен я уже богат делайте это и обязательно ждите вас обязательно неминуемо накроет депрессия вас обязательно появятся какие-либо там атаки нервные состояния обсессии компульсии панические атаки биполярные расстройства и тогда преодолеть депрессию необходимо начать быть собой правдивым человеком не нужно быть окружающим правдивым нужно быть собой правдивым и так одно из самых важных условий лучше горькая правда чем сладкая ложь поэтому используйте горькую правду не ты к этой правдой окружающим людям дело в том что эзотерика начинается с одного человека с вас и начинайте правду для себя внутреннего ищите правду в себе не ищите правду не будьте портцом за правду не будьте созидателем правды ваша правда может отличаться от правды окружающего мира именно поэтому правдивыми будьте с собой не нужно стесняться там своих семей своих поступков там чего-либо один мужчина мне написал вот недавно андрей андрич я боюсь жене сообщить о том что у меня есть ребенок на стороне я боюсь что если я жене скажу то обязательно она мне бросит вот что нужно сделать этому мужчине мужчина это человек у которого есть половые органы и эти половые органы они дал они должны придавать человеку силу не напрасно говорят что эти органы у человека железные именно поэтому мужчина как настоящий как настоящий представитель этого железного класса одним из элементов абсолютной мужественности обычно представляет правдивость как конек своей жизни именно поэтому когда он правдив то он не скрывает о том что у него есть где-то ребенок случае если женщина не может принять мужчину и не может понять что у него есть на стороне ребенок и он должен за этим ребенком об этом ребенке заботиться то такая женщина не нужна такому мужчине она смело может уходить я могу посоветовать этому мужчине в случае если она уйдет не бежать за ней а брать на себя ответственность за всех своих детей и помогать своим детям по мере возможностей которые есть у человека мужчина должен быть честным но дальше обвинения когда человек обвиняет другого человека то это обязательно приводит того человека которого обвиняют сначала к страху страх обычно приводит к лжи и здесь сразу же или к насильственному проявлению каких-либо там назло напьюсь назло это сделаю или назло поэтому я хочу вам сказать или открыть тайну люди запомните никогда не обвиняйте людей дело в том что за счет обвинения воспитания произойти не может именно поэтому не насмехайтесь над людьми не обвиняйте нельзя говорить там вот ты поешь значит будешь играть там где-то нельзя говорить своему ребенку слова что ты допустим там вот снова ты вот это сделал вот снова ты так поступил или вновь так поступил не делайте дело в том что такие обвинения приведут к тому что ребенок будет врать а вы будете потом говорить почему он врет потому что вы обвиняете поставьте тире жирное напишите я обвиняю тире значит он врет и потом не говорите этому ребенку зачем ты врешь по пустякам потому что вы по пустякам обвиняете перестаньте обвинять обвинения не могут привести к осознанию так не бывает не обвиняйте ни мужей детей никого запомните это и знайте обвинение это качество жизни которые рано или поздно приводит человека к разрушению к разрушению потому что ребенка обвиняйте будет алкоголиком мужа обвиняйте будет врать не обвиняйте обвинение это плохо дальше хитрость есть допустим очередь это очередь среди людей которые стоят вот я человек раздающий еду и передо мной стоят мои знакомые все люди я их очень люблю и в этой очереди она начинаю раздавать им еду допустим из большой наверное кастрюли я насыпаю половником им еду по тарелкам и один человек бессовестный он имеет такие же права как у всех но дело в том что он считает себя хитрее всех остальных и без очереди проталкивается отжимают всех остальных плечами и так далее вот я ему один раз дам 2 раз дам а третий раз не захочу и скажу иди становись в самый конец очереди и здесь я хочу сказать вот о чем любая хитрость очень часто самые нелепые неприятности самое нелепое невезение особенно невезение поломка автомобиля подвернули ногу поломали ногу там не подписали вам документы хотя всем подписали вот невезение любое абсолютно мелкое невезение есть следствие проявления хитрости человека любое невезение ставки тире и пишите хитрость бесхитростный человек везучий человек один из элементов уничтожения человеческого везения уничтожение человеческой фортуны это хитрость очень часто именно хитрым людям меньше везет чем людям в общем-то бесхитростным помните обывание дураки историю он был бесхитростным но ему везло а люди хитрые они обычно делают для себя плохую службу и может быть схитрить по-крупному потом не везет тысячу раз по мелкому и потом если это между собой сложить то то где они могли бы заработать или еще что приобрести вот за счет этого уничтожается то есть у человека как жизнь остановится вот не везет ему и все поэтому если я допустим где-то бывают то я становлюсь самый конец очереди и в случае если я достоял захожу и второй раз если прихожу и там нужно стать самого конца я обязательно становлюсь почему несмотря на все приоритеты несмотря там на все что может быть у меня я все равно становлюсь в конец очереди я понимаю что это идет в разрез понятию который называется хуцпа тем не менее хотел бы сказать что как человек занимающийся эзотерикой хитрость ставлю как один из элементов тотального приведения человека к состоянию постоянного невезения мои моей жизни и детей которые связаны со мной по крови то есть если я хочу быть счастливым человеком хочу чтобы моим детям везло замужеством с работой там еще чем-то мне нужно прекратить хитрить иногда хитрят люди так там насыпал кому-то в тарелочку себе больше или там с кем-то рассчитался и схитрил дело в том что это рано или поздно привезет приведет к тому что будут невезения и потом человек такой говорит да не могу устроиться на работу все покупая обычно все дороже ну вот что ж такое мне не везет не хитрить и вести не будет вернее начинайте хитрить будет ним и дальше печаль печаль это фактическое оскорбление жизни а жизнь дает человеку бог именно поэтому когда человек печалится своей жизни он оскорбляет то что ему дает бог его жизнь именно поэтому когда человек считает что печалится своей жизни он фактически оскорбляет свою жизнь он фактически считает жизнь гадостью и у него эту жизнь забывают забирают всегда помните что самые тяжелые заболевания являются следствием печали душевной именно поэтому я всегда говорю господи убереги людей от печали не печальтесь просто так правы и виноваты люди это не имеет значения именно поэтому печаль всегда становится смертельным заболеванием обида печаль ставки тире напишите онкозаболевания печаль смотрите обида это онкозаболевания печаль это аутоиммунное заболевание вы печалитесь жизни удалось и так далее ставите тире пишите аутоиммунные заболевания проблемы иммунитета и дальше тяжелая судьба с артритами ревматизмом и прочим есть и так а если без притчи беспричинная печаль у цоя там была песня так откуда взялась печаль так вот беспричинная печаль лечится чем беспричинной радостью по этому случае если у вас возникает беспричинная прича печаль включаете музыку и как пословица если в жизни очень плохо делай попой опа опа и начинайте скакать прыгать радоваться тем более сейчас весна весной не нужно печалиться нужно радоваться это время когда нужно найти противовес любым огорчая огорчением и печалям внезапно появляющимся противовес внезапную радость внезапное счастье и так далее вот так где-то зависть зависть это деструктивный элемент который забирает у человека возможность иметь то чему он завидует допустим женщина говорит о какой мужчина и после этого она становится в самый конец очереди когда мужчин будут раздавать она будет в конце находиться сначала хороших отдадут потом богатых потом красивых и потом милиционеров и по получается а потом уже всех остальных то есть появятся или получится получить мужчину не самого лучшего или человек приходит ой какая квартира на душе печаль на душе зависть после этого такой квартиры не будет а будет общежитие или халупа какая-нибудь с крышей место вернее с кастрюли вместо крыши чтобы такого не было существует нашей школе слова скоро поэтому когда у вас появляется ощущение зависти говорить ничего страшного скоро будет у меня такой мужчина такая машина такая квартира и и так далее помните слово скоро убирает вот любую такую зависть у многих людей есть вирус этот вирус называется недополучение информации обратите внимание на себя в случае если вы спрашиваете что-то у кого-то и перебиваете этого человека если вы считаете что вы или используйте слова я знаю я умею я могу знаете в вас находится вирус который называется вирусом ограничивающий вас от получения информации вы должны знать что данный вирус приведет вас к тому что у вас никогда не появятся ясновидение яснознание вы не будете обретать паранормальные способности не будете их иметь также у вас будет плохая память и так далее человек живущий по принципу я получаю информацию я снимаю информацию человек живущий по этим принципам должен искоренять из себя возможности произносить я знаю я умею и так далее когда вы спрашиваете какого-нибудь человека чтобы он что-либо вам сказал и этот человек начинает говорить слушайте и внимайте а после этого уже задавайте вопросы у людей у которых есть информационный кризис они обычно делают так скажите как строить дом ну нужно кирпич положить на кирпич и горит но цемента если нету цемента то что делать ну так тебе до цемента сейчас договорят то есть ты хочешь получать информацию и начинать его получать с геометрии или последовательно изучая математику то есть информацию необходимо получать последовательно сначала цифры а потом уже геометрию так далее человек считает что он уже все знает и он должен получать информацию исключительно начиная это с геометрии учитесь слышать учитесь слушать учитесь запоминать не при не используйте слова я знаю я умею и так далее